Такой хороший мальчишка. В стандартном дворике, окруженном двумя пятиэтажками, все знают обо всех все или почти все. Малыша люди видели буквально за несколько часов до трагедии. Во дворе с ним гуляла мама. Вчера гуляли, вот одеяльцы забыли. Маленький был в коляске, этот шел, она маленького взяла и они пошли подниматься. Я про них ничего не слышала, ни хорошего, ни плохого, потому что они живут сравнительно недавно. Как удалось выяснить, многодетная семья переехала в этот дом недавно на съемную квартиру. Из шести детей четверо живут у бабушки с дедушкой, двое младших мальчиков, самому маленькому из которых было всего два месяца, с мамой и папой. И как это часто бывает, предположения у соседей самые разные. Положили на край стола и не упал ребенок. Скачился, может, с мужем разругалась, что-нибудь получилось. Говорят, что не скандалит. У них диван плохой, у них хозяева не привезут диван, он может скатиться. До официального заключения экспертов правоохранительные органы от каких-либо комментариев воздерживаются. Но и здесь отрабатываются свои версии, одна из которых – синдром внезапной детской смерти. Есть предрасполагающие факторы по внезапной смерти. Например, ребенок спит один, ребенок спит в основном на животе. Очень мягкая постель, ребенок слишком сильно укутан. Профилактика его – это желательно спать на спине, желательно спать рядом с ребенком, контролировать его как-то, чтобы ребенок ровненько дышал. Это естественное вскармливание. Но я говорю, что причины до сих пор этого неизвестны. Как стало известно по факту трагедии, прокуратура и Следственный кабинет республики уже начали доследственную проверку. Все произошло в 4 утра. И это пока единственное, что доподлинно известно о трагедии. Все остальное только после вскрытия. При этом наличие доследственной проверки вовсе не означает криминальный подтекст происшествия. Но и не исключает его. Это стандартная процедура, которая проводится в случае любой неожиданной смерти. Тем более такого совсем еще маленького человека. Мария Молочникова, Максим Зуйков, Телеканал, эфир.